Мировое признание. Бронированная машина казахстанского производства отобрана для использования в миротворческих миссиях ООН. Недавно заводопроизводитель посетил президент, который положительно оценил работу коллектива, создавшего бронемашину. О том, насколько важны такие средства для обороны и экономики в целом, расскажет наш корреспондент. Вот до чего техника дошла. Президент ознакомился с заводом по производству и модернизации бронированной колесной техники. Компания работает с 2013 года и преимущества уже налицо для оборонного комплекса и развития отрасли в целом. Как нам рассказали, это первый пример трансферта современных технологий, который внедрили в Казахстане. Машины устойчивы к взрывам мин в 10-килограммовом тротиловом эквиваленте. Они имеют также повышенную защиту от бронебойных пуль. Эта технология используется, также была куплена у ЮАР, допустим, Пентагоном, Соединёнными Штатами Америки. И они начали производить собственные автомобили под маркой Ошкош. На сегодняшний день Казахстан является единственным производством машин по технологиям РАП в Центральной Азии. Собственное производство положительно сказывается и на цене по сравнению с другими. Ну а президент призвал содействовать развитию оборонной промышленности и производства работающим в ней. Хотим построить 8 тысяч квадратных метров, там будет работать 270 человек. Мы хотим туда посадить конструкторов, КБ весь. У нас два конструктора, чтобы берут, посадить. И производство системы управления огнём плюс робототехник. Данное предприятие мы полностью поддерживаем. Я дал поручение правительству. Оно должно обязательно его исполнить. Тут важна каждая деталь. Выпускается и боевой модуль для пулемёта или пушки, а ещё программное обеспечение по управлению огнём. Эта система может управлять любым вооружением и боеприпасами, подачей боеприпасов. Таким образом, создалось дополнительное производство, производство боевых модулей. Они производят башни на верх этих машин. Для этого будет построен новый завод. Там будет работать порядка 280 до 300 человек. И это производство будет также направлено на казахстанский рынок и на внешний рынок. Кстати, ещё в своём послании глава государства говорил о необходимости производства большей боевой техники, чтобы снизить зависимость от импорта. Наша армия должна быть обеспечена высокотехнологичным вооружением и техникой, Восстание произошла авария в жилом комплексе, который сдан в эксплуатацию всего два года назад. Когда в городе включили отопление, лопнула водопроводная труба и обрушилась крыша дома. Жители жилого комплекса «Ансар» говорят, что в новом доме много проблем и претензий. Они предъявляют к строительной компании, построившей этот дом. Жители недоумевают, как органы власти приняли объект. Когда им пообещали дать отопление 5 октября, жители столичного ЖК «Ансар» обрадовались. Но потом эта радость обернулась для них катастрофой. Затем пришлось всё утро выносить этот мусор, а у застройщика мы тепловые узлы не принимали, говорит председатель ОСИ. Всё выявилось при запуске, а паспорт готовности они получили ещё в августе. Дом построен недавно, гарантии истекают в конце текущего года. Уже и под Алииской теперь ждут ответа суда. В 8 часов вечера, когда мы подавали отопление, получается, во втором подъезде на шестом этаже полетел кран в гребёнке. И вода просочилась по всем площадкам до первого этажа. По истечению потолок обрушился на землю. Но дело в том, что не только потолок. Потолок-то состоит из гирсового картона. На земле лежали и строительный мусор, кирпичи разного рода и трубы. Не рады такому дому и новые жильцы, которые ходили к застройщику и не раз говорили о недостатках. Например, если обойти этот дом с той стороны, там вот такой облицовки, половины нету, можно сказать. Там у нас бомжи лежали, есть даже фотографии. Бывают пьяные заходят, прям в подвал спускаются. Потом по подъезду. В подъезде тоже запах есть. Когда мы обращались по поводу запаха, тогда сказал застройщик о том, что краска была испорченная, и без его ведома якобы строители её уже нанесли. Но мы просили его переделывать. Он сказал, я ничего не буду перекрашивать, ничего, потому что это декоративная краска. Кафель разваливается, двери некачественные, продолжают жители. В одном из подъездов прорвало трубу. Сейчас у нас до сих пор нет отопления. Вчера сантехник приходил, смотрел, говорит, вы пока не включайте, потому что, возможно, будет прорыв. Мы спустились в подвал, у нас в подвале один кран не работает. То есть их два, точно как называется, я не знаю. Один из них, он не работает. Я вот к управляющему обратилась, я говорю, а если вдруг у нас такая же поломка будет? Он говорит, ну, в принципе, это, говорит, не важно. Как не важно? За это отвечает застройщик. Ну, значит, надо пригласить застройщика, правильно? Когда дожди, дом топит. А будет ли тепло, они тоже не знают. Компанию застройщика не могут заставить всё переделать. И они боятся, что скоро дом развалится. Хотя на картинке всё замечательно и красиво, начинка этих домов оставляет желать лучшего. Гульнару Марова, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42. Повышение НДС потянет за собой удорожание продукции и сильно ударит по бизнесу, уверены предприниматели. Новый налоговый кодекс нам нужен, отвечает в Минации экономики и в Комитете госдоходов. И это не единственные проблемы бизнесменов. Есть и другие актуальные вопросы, которые необходимо решить. Иначе поддержка предпринимателей так и останется на бумаге, уверены они. Все подробности в сюжете. Одна из свежих проблем – это повышение НДС в рамках нового налогового кодекса. Многие предприниматели ещё не оправились от пандемийного периода, а тут новые проблемы на подходе. Планируют изменения в 2025 году, а головная боль у бизнеса уже сейчас. Например, по сельхозпродукции изменение налога на добавленную стоимость с 12 до 16%. Изменит себестоимость товара, снизится и выручка производителя, говорят представители отрасли. Губительным назвали повышение НДС на совещании в партии Аманат руководителя бизнеса ассоциаций. Хотела бы сказать, что мы от лица Союза химиков, от Комитета обрабатывающей промышленности выступаем категорически против повышения. В первую очередь, в условиях сейчас жёсткой конкуренции, давления наших соседей на экономику, этот налог будет не косвенным, который перекладывается на плечи потребителей. Этот налог станет прямым для производителей страны. Поэтому всё это негативно скажется на нашем положении. Есть и текущие проблемы, волнующие бизнес. Например, высокие цены на газ, из-за чего целый ряд производств могут ликвидировать. Тарифы уже выросли на 120% с августа, заявили в Ассоциации переработчиков вторичного сырья. Это нанесёт очень серьёзный ущерб нашему производству. Производить становится всё менее выгодно. Легче завозить дешёвые товары из России, которые дешевеют. Скажем, один из заводов, который платил раньше 350 миллионов, сейчас он будет вынужден 750 миллионов в тенге в год платить только за газ. Соответственно, эта упаковка ляжет в стоимость социально значимых товаров. То есть здесь налицо. Хотелось бы понять, почему на 120%, почему не на 300% подняли тарифы на газ. На это в Минэнерго пояснили, что на цены влияет логистика, и чем дальше пункт, тем дороже. К тому же газовые компании убыточны, что влияет на цену. У животноводов тоже свои проблемы. По данным Мясного союза, за последние три года закрылось более трети мелких ферм. Половина мясокомбинатов и откормочных площадок на простое. А инвесторы на такое, в кавычках, великолепие не пойдут. Для того, чтобы этих инвесторов привлечь, нужна сырьевая база стабильная. То есть то, что сейчас происходит в отрасли, это как раз обратный сигнал. Надо отсюда бежать. Потому что фермеры сбрасывают по голове. И то, что Месельхоз отчитывается, у нас там растет переработка на 20%. Я хочу привести пример. В 1996 году мы экспортировали 500 тысяч тонн говядины. Это то, что мы сейчас производим. Не потому, что у нас было всё супер, а потому что совхозы и колхозы вырезались. Это то же самое сейчас происходит. Потому что тот скот, который фермеры не могут прокормить, а сейчас ещё два года засуха, в 21-м году засуха, в 23-м году засуха, кормов нет. Соответственно, тот скот просто вырезается и отчитывает статистику как будто рост переработки. Ну и разумеется, чтобы решить проблемы, необходимо быть в тесной связи с палатой предпринимателей и взаимодействовать с Атамикен. Я вижу, чёткой координации нет. Вот Атамикен сам по себе нам пишет письма. Мы где-то какие-то предметные вопросы решаем вместе, вместе с министерствами. Но считаю, что нам нужно вот эту работу координировать вместе. Это только часть общей картины. На деле идёт регулярная и терпеливая работа партийцев. Впереди ещё немало вопросов, которые требуют своего решения. Гульнара Умарова, Ахмедиар Ильясов, ТДК-42. Со следующего года в Казахстане будет работать единая накопительная система для детей «Килищек». Как сообщалось ранее, учитывая рост рождаемости с 2019 по 2022 годы, к 2040 году ожидается значительный прирост численности 18-летних казахстанцев. При этом увеличение количества грантов не позволит обеспечить широкий охват высшим образованием. Поэтому «Килищек» должен помочь решить эти вопросы. Единая накопительная система для детей появится уже в следующем году. Она охватит детей с 5 лет. Эта программа должна предусматривать стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии плюс инвестдоход. По мнению президента, эти накопления вкупы со средствами, сформированными в рамках проекта «Национальный фонд детям», позволят маленьким казахстанцам получить качественное образование. Однако государство не будет открывать за родителей счета для накопления средств на учебу. Это смогут сделать только сами родители, когда осознанно примут такое решение. Ребенку можно будет открыть спецсчет, на который государство внесет стартовый капитал в размере 60 мрп. Затем там будут накапливаться средства от взносов родителей ежегодной государственной премии в размере 5-7% и инвестиционного дохода. Параллельно будет идти накопление средств в рамках инициативы президента «Национальный фонд детям», что впоследствии позволит оплатить обучение в выбранном ВУЗе. В рамках системы ребенку можно будет открыть спецсчет, на который государство внесет стартовый образовательный капитал. Далее на нем начнут аккумулироваться средства за счет добровольных взносов родителей, ежегодной госпремии в размере 5-7% и инвестдохода. Таким образом, при минимальных взносах в размере от 1 мрп, это 3450 тенге в месяц, к 18-летию гражданина будет накоплено более 3 миллионов тенге. При этом сохранится система государственных образовательных грантов, на которые можно претендовать по итогам сдачи ЕНТ. В случае поступления на грант абитуриент сможет направить накопленные средства на покупку жилья. Также рассматривается возможность направления этих денег для обучения ребенка в зарубежном ВУЗе, если, конечно, накоплено достаточно денег. Напомним, по данным Всемирного банка, рост экономики только на 16% обусловлен физическим капиталом, на 20% природным капиталом остальные 64% связаны именно с человеческим и социальным капиталом. Болжан Шеяхмет Ахмедер Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Бесхозные дома остаются основной проблемой при подаче тепла. Об этом заявили представители ОЛЖЭК «Теплоэнерго». До отопительного сезона осталось менее 10 дней. Специалисты напомнили, что в Западно-Казахстанской области подключение жилых домов и общественных объектов к теплоснабжению начинается, когда в течение трех дней дневная температура воздуха не превышает 8 градусов тепла. Спикеры отметили необходимость потребителей позаботиться о своевременной подготовке отопительной системы к новому сезону. Подробности в материале наших корреспондентов. До начала отопительного сезона остается чуть больше недели. Представители ОЛЖЭК «Теплоэнерго» сообщили, что работы по подготовке оборудования к подаче тепла выполнены практически на 100%. Общая стоимость ремонтных работ составила 507 миллионов тенге. На сегодняшний день ОЛЖЭК «Теплоэнерго» снабжает тепловой энергией 1666 объектов, в том числе 1210 живых домов, 42 детских сада, 85 учебных заведений, 33 объекта здравоохранения. В ТЭЦ у нас была замена станции номер 2, станции номер 4 – это энергетические котлы, это первая и вторая ступень замены конвективки. Также станции номер 4 – это у нас замена боковых экранов, задних экранов, а также замена дымососов, электродвигателей, задвижек. Эти работы на сегодняшний день у нас 100% выполнены. По тепловым сетям у нас запланировано было поменять 5805 метров протяженность труб. Мы полностью капитальный ремонт завершили. В зоне риска по-прежнему остаются бесхозные дома. Из-за отсутствия управляющих и старших по дому здесь не проводятся работы по подготовке системы отопления к зиме. Жители таких домов рискуют остаться без тепла. Необходимо выбрать старшего или открыть оси ПТ или вступить в состав действующего КСК, чтобы подготовиться к отопительному периоду. На сегодняшний день у нас проблемы – это обшежитие. Это у нас по улице Хамичурин – 119, Хюаздуспаново – 58А, Луговая – 47-1. Это ежегодно они такие проблемные обшежития. Представители АО «Кастрансгаз Аймак» напомнили потребителям о том, что для отопления помещений нельзя использовать газовые плиты и духовки. Во избежание несчастных случаев на отопительное газовое оборудование необходимо устанавливать сигнализаторы задымленности. Обязательная установка сигнализаторов задымленности имеет клапан, отключающий устройство, и два датчика. Датчики на угарный газ и датчик на природный газ. В случае утечки природного газа они автоматически должны перекрыть подачу газа потребителям. Ряд пожаров в зимнее время происходит в быту. Причиной их чаще всего становится незаблюдение требований к использованию отопительных приборов и неосторожное обращение с огнем. Резко возрастает количество чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в жилом секторе, отравлением бытовым газом. В целях предупреждения гибели травмирных людей, также предупреждения отравления угарным газом у людей, департаментом по чрезвычайно-западной казахстанской области, ежегодно в два этапа проводятся профилактические мероприятия с населением проведения поддворных обходов в жилом секторе. Участники брифинга отметили, что безопасное обеспечение теплом в зимнее время в первую очередь зависит от самих граждан. Аксюбинские педагоги активно внедряют творческий подход в обучении языка. Своим опытом и знаниями сегодня делятся учителя 23-й школы лицея Наталья Пеннер и Тамара Албаева, обладатели почетного звания «Лучший учитель Казахстана». Талантливые педагоги воспитали не одну плеяду призеров различных олимпиад, а их выпускники учатся в ведущих вузах страны и зарубежья. Что же привело их в школу и в чем секрет успешного долголетия в этой профессии, расскажет Лайла Уесова. Обучению детей Наталья Пеннер посвятила большую часть своей жизни, хотя когда-то мечтала работать в правоохранительных органах. Но вот уже 40 лет, как ее вторым домом стала школа. Прежде всего нужно создать комфортную непринужденную обстановку в классе, считает учитель. А если любишь дело, которым занимаешься, то сделать это несложно. Самое главное – это понимать детей. Вот быть где-то с ними на одном уровне. Если ты поставишь себя выше, в общем-то вот того общения, того взаимопонимания, которое должно быть, не будет, не сможешь ты их заинтересовать ни своим уроком, ни своим примером. И еще я считаю, что вот то качество, которое меня вручает и которое мне помогает – это чувство юмора. Все это время она не только учит, но и учится сама, осваивает новые программы и внедряет их на уроках. Грамоту, как самому понимающему педагогу, считает главной наградой за свой труд. Ее вручили учителю по результатам опроса среди школьников. Наталья Александровна гордится успехами своих учеников. Один из них – десятиклассник Тимур. В прошлом году занял первое место в городской олимпиаде по английскому языку. Наталья Александровна уроки проходят интерактивно, интересно. Мы каждый раз смотрим видео, слушаем разные аудио. То есть всегда мы не скучаем на уроках. До или после урока на переменах всегда каждый из учеников может подойти к Наталье Александровне и спросить, какой-то совет или как козидзайн сделать, что непонятно. Наталья Пейнерс – автор образовательной программы курсов повышения квалификации для педагогов. По ее стопам пошла и дочь Дарья, которая тоже преподает английский язык и уже защитила высшую квалификационную категорию педагог-мастер. Главная задача любого педагога – не только научить чему-то, но и воспитать. Дать ребенку комфортное образование, которое будет бежать на наш урок, потому что знать, что есть человек, который просто поймет, просто по-доброму встретит, улыбнется и обязательно скажет «I am glad to see you», что означает «я очень рада вас видеть». С этого начинается любой рабочий день Натальи Александровны. Все, кто находится возле нее, заряжается этой энергией. И всем мы благодарны ей за то, что есть чему у нее учиться. Вы знаете, ее имя стало брендом. Брендом не только нашего города, но и брендом нашей области. Да и что говорить, уже и Казахстан. Тамара Албаева финалист национальной премии «Лучший учитель Казахстана». За ее плечами больше 30 лет педагогического стажа. Талантливый педагог преподает казахский язык и литературу в 23-й школе лицея. Считает, что на учительском поприще случайные люди надолго не задерживаются. А тот, кто горит сам, может зажечь других и повести их за собой. Учитель – это такая профессия. Это моя любимая профессия. Я когда сама в школе училась, вот я мечтала, хотела стать учительом. Я им стала. И я достигла большой цели своей. Я стала лучшим педагогом нашей республики. Я стала номинантом на глобальную премию «Учитель мира». Конечно, это все результат моей работы. Как проходят уроки? Классно проходят. И мне нравится, как она объясняет. Хорошо, все понятно. Мне нравится классский язык. А каким должен быть учитель, как ты думаешь? Ну, он должен все понятно объяснять. Ну, должен немного строгим быть. Иногда мечтаю стать таким же учителем. За качественным преподаванием всегда стоит много работы, признается Тамара Габитовна. Опытный педагог теперь делится знаниями с молодыми коллегами. Ежегодно они проводят конкурсы, семинары, делятся опытом, создают творческие мастерские, где разрабатывают авторские методики по изучению языков. Совместно рождаются интересные идеи. В сфере образования Октябрьской области сегодня трудятся свыше 30 тысяч педагогов. Одни на учительском поприще почти уже полвека, другие только начинают свой путь. Они сочетают в себе такие качества, как строгость и душевная доброта. Для каждого это был осознанный шаг, для кого-то мечта. В этой профессии остаются те, кто действительно любит детей. И остается верным своему долгу давать качественное образование подрастающему поколению. Лайла Ойцева, Жумар Ходобергенов, телеканал ТТК-42, Октубе. В Уральске прошел конкурс «Жубану Кулары-2023», который стал настоящим праздником для всех поклонников поэзии. Участники мероприятия прошли два этапа. Этот конкурс объединил молодых и талантливых поэтов из разных уголков региона, дав им возможность проявить свое мастерство и вдохновение перед широкой аудиторией. Конкурс «Жубану Кулары-2023» оказался интересен не только завораживающими стихами, но и участниками, которые представляют разные сферы жизни. Среди участников есть представители системы образования, здравоохранения, банковского сектора, социального обеспечения населения и других сфер. Каждый год конкурс оживляется новыми красками, яркими, креативными идеями. Мероприятие становится уникальным, как и само творчество «Жубана Молдогалиева». Специально отобранный состав участников привносит в конкурс разнообразие и свежий взгляд на казахскую поэзию. Конкурс проводится с 2000 года. «Жубану Кулары-2023» стал событием, которое объединило наш регион, подчеркнув важность поэзии и искусства в нашей культуре. Это мероприятие показало, что поэзия не имеет границ и может быть источником вдохновения для людей разных профессий и сфер деятельности. Один из участников конкурса отметил, что работает в банковской сфере. «Поэзия и искусство имеют особое значение в моей жизни. Страсть к стихам и готовность поделиться этим искусством с аудиторией были невероятно вдохновляющим», — говорит участник конкурса. «Для меня большая честь соревноваться с каждым участником. Все проходит на высшем уровне. На первом этапе мы наизусть рассказали стих «Айтам Салем», один из самых популярных произведений Жубана Молдогалиева. На втором этапе я хочу исполнить песню «Идльмен Джаихк». Итоги конкурса организаторы подвели в сквере имени Жубана Молдогалиева. «Сейчас проходит награждение конкурса «Жубану Акулара-2023». Мероприятие занимает важное место в нашей культурной жизни, так как главной целью конкурса является пропаганда нашего богатого культурного наследия. В общем, в конкурсе приняло участие 37 человек в возрасте от 21 до 35 лет». Главный приз завоевал молодой учитель. Каэргалиев Акниет. Он стал обладателем Гран-при – высшей наградой этого конкурса. В Уральске в Центре искусств Атамикен прошло мероприятие, которое поразило своим масштабом и разнообразием. Уникальный концерт был организован в честь Касталовского района и стал праздником культуры. Также была представлена выставка сельских предпринимателей. Главным событием вечера в честь Касталовского района стал музыкальный концерт, на котором выступили талантливые музыканты и артисты, представляющие Касталовский район. Зрители поразили виртуозные танцы и невероятные музыкальные номера, раскрывающие богатое музыкальное наследие района. Помимо концерта, на мероприятии прошла выставка, на которой свои уникальные продукты представили предприниматели из разных сфер. Здесь можно было увидеть национальные казахские продукты питания, такие как курт, сметана, а также сувенирные изделия с удивительными рисунками, казахские национальные инструменты и многое другое. Сегодня в Центре искусств Атамикен проходит День Касталовского района. Главная цель мероприятия – популяризация культуры и традиций села. Также на данном мероприятии проходит выставка, где принимают участие 35 предприятий из 16 сельских округов района. Одной из ярких участниц выставки стала Гульдана Даулетова – уроженка Касталовского района. Она увлекается производством сумок ручной работы. Ее творение пользуется большой популярностью в селе. «Я всегда хотела заниматься творчеством. Долгое время увлекаюсь шитьем, поэтому выбрала направление изготовления женских сумок ручной работы. Я считаю, что у каждой женщины в гардеробе должна быть такая сумка, и это отличное дополнение к любому образу». Собравшиеся зрители остались приятными впечатлениями, наполнившими их души теплом и вдохновением. Уроженка района Жанар Урозаева подчеркивает, что она родилась и жила в селе Жалпактал Касталовского района. Жанар переехала в областной центр в 2005 году. Но, несмотря на годы, она остается тесно связанной со своей малой родиной. «Прошел на очень высшем уровне, считаю. Мне очень понравился. Понравились артисты. Увидела своих родных, близких людей». Отметим, что в мероприятии приняло участие около 300 человек. Концерты-выставка в Центре искусства Атамикен подарили людям удивительное путешествие в мир традиций, мастерства и красоты казахской культуры. Амина Махсотова, Нурлан Кунашев, Аймурад Джагапар, телеканал ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Одежда ведущим предоставлена магазином Купер. Бутики мужской одежды Купер расположены в торгово-развлекательном комплексе Сити-Центр на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре Азиамол на первом этаже. Тенга Ки-Зет Оформим микрокредит до 170 тысяч тенге наличными до 25 дней за 170 тенге в день по адресу улица Курмангазы 167, улица Курмангазы 80, микрорайон Северо-Восток 47, торговый дом Астана, поселок Зачиганск, улица Жангирхана 18.2. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин